Всем привет! Это девятая часть курса. Мы в ней с вами будем делать различные полости. Будем делать зубы, будем делать глаза, язык. Начнем мы с зубов, а именно с нижней челюсти. Посмотрим мы на зубы сверху. Никакой другой ассоциации, кроме как форма подковы, здесь не приходит, поэтому я скажу, что у нас здесь зубы выстроены в форме подковы. А из этого следует, что мы вот так же в блендере берем, смотрим сверху, ставим 3D курсор куда-нибудь, не важно, добавляем с вами plane, уменьшаем его, применяем масштаб и поворот, добавляем ему модификатор mirror, включаем клиппинг и в режиме моделирования вот так берем, разносим эти два плейника, можно их еще уменьшить. Переходим в режим edge, вот так немножко повернем, пододвинем, зажимаем control, нажимаем правую кнопку мыши, экструдируем вот так и теперь вот так вперед. Здесь мы сразу обращаем внимание на то, что у нас челюсть в своей первой половине не совсем полукруглая. Она вот в этом месте имеет некое такое уплощение. И вот это уплощение мы с вами передали. Если получилось слишком широко, то можно выделить с альтом вот этот вот edge loop, нажать два раза G и немножко пододвинуть. Но мы сейчас с вами выстраиваем именно край челюсти, из которого потом впоследствии будут расти зубы. Также обратите внимание на то, что у нас концы идут не вот так прямо вперед, а чуть-чуть на расширение. Вот так немножко в стороны разносим. Теперь мы смотрим на нашу модель немножечко вот так сбоку, экструдируем это вверх. Мы с вами не будем делать ретопологию зубов. Мы будем моделировать сразу готовой лоуполькой, которую впоследствии мы затем сабдивнем и подскульптим. Поэтому мы можем вот эту нижнюю часть удалить. Выделяем, нажимаем X-Faces. Точно так же можем удалить вот эту заднюю часть X-Faces. Дело в том, что эти части никто никогда в игре не увидит. Даже если вы каким-то образом камерой залезете в рот персонажу игровому, вы не увидите, что здесь полигонов у нас нет. Но если увидите, тогда нужно будет сделать отдельную ачивку. Вы посмотрели в рот персонажу. Далее, как вы понимаете, нам из этой челюсти нужно вырастить 16 зубов. То есть у нас 16 зубов на нижней челюсти и 16 зубов на верхней челюсти. Выбитые и потерянные зубы мы считать с вами не будем. Но поскольку мы тут с вами работаем с симметрией, то нам на нижней челюсти нужно даже сделать не 16, а всего 8 зубов. Все еще значительно упрощается. Но и это еще не все. Мы с вами сделаем зубы еще проще. Смотрите, что мы делаем. Мы с вами сейчас выделим вот этот лук по периметру. Дважды щелкаем с зажатым альтом левой кнопкой мыши, чтобы выделить его весь. Кроме вот этой центральной части, она нам здесь не нужна. Вот это мы от выделяем. Затем добавляем к выделению также вот эти лупы. Нажимаем им Shift-E и единицу. Таким образом мы добавили им Крис. Крис также можно настроить вот здесь. Мин Крис тоже вот так выкручиваем его в единицу. Это нам нужно для того, что мы сейчас возьмем такие. Накинем модификатор Subdivision Surface. И у нас эти Эджи не поплывут. Давайте в оверлей включим себе отображение сетки. А у модификатора Subdivision Surface, вот так вот, мы отключим Optimal Display. Теперь нам нужно поделить сетку так, чтобы у нас получилось количество сечений, необходимое для зубов. Я даже вот так, смотрите, что делаю. Я беру скальпель и удаляю ненужные зубы. Так-то стало гораздо красивее. Смотрите, как интересно. И смотрите, какая штука у нас получается. Мы смотрим сразу на деление с Subdivision Surface. У нас тут под передние зубы, под резцы, так называемые, два деления. И здесь у нас, пожалуйста, имеется два резца. Далее идет клык, парочку примоляров и три маляра. Чтобы выделить Эджи под клык, мы вот так берем Ctrl-R. Пододвигаем это вот сюда. Затем у нас идет два деления под примоляры и три у нас должно пойти под моляры. Ну мы просто так добавим разрез. Еще раз через Ctrl-R и затем уже применим модификатор вот так Apply и лишнего поудаляем. Вот здесь в центре можно вот так слепить прямо, если у вас тут разъехалось. Можно было это кризом пометить, да, чтобы такого не происходило, но ничего страшного. Далее мы полученные Эджи расставляем. Ну и удаляем лишнее. Итак, берем вот этот вот Эдж с зажатым альтом, да, чтобы он так насквозь выделился. Немножечко пододвигаем его к центру. Два раза нажимаем G, чтобы он съездил по другим ребрам. Вот так слегка двигаем. У нас вот в этой части должна получиться более-менее квадратная форма. Эджи под второй резец мы тоже немножечко пододвигаем. Но они у нас примерно одинакового размера. Дальше у нас идет клык. Здесь, по сути, вот этот Эдж можно пододвинуть наоборот вот так назад. А следующий Эдж удалить. Далее пошли парочка примоляров. Вот они два. И если здесь у нас расстояние между вот этими Эджами были примерно одинаковое, то сейчас мы после клыка делаем чуть-чуть побольше расстояния. То есть так же, как было, но слегка побольше. То же самое делаем со следующим Эджем. Пододвигаем его. Можно сделать еще чуть-чуть побольше. Это у нас была граница второго примоляра. Вот здесь мы закончили. И теперь у нас еще осталось три Моляра. Здесь, по сути, все готово. Нужно удалить только вот этот вот Эдж. Ну и пододвинуть остальные. И в итоге давайте пересчитаем. У нас должно получиться восемь полигонов. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Отлично. Теперь мы смотрим на челюсть в виде сверху. Лучше в ортогональной проекции. Пятерку еще нажмем. И теперь у нас есть вот эта центральная линия. Она нам нужна. Мы берем и нажимаем ей Ctrl-B. И вот так раздвигаем ее. Можно зажать Shift, чтобы делать это аккуратнее. Но нам нужно чуть-чуть не довести до конца. То есть вот так бы мы довели до конца, а вот так мы не доводим до конца. Вот по такой тоненькой полосочке нужно оставить с обоих сторон. Затем мы в режиме вершин, два раза G нажимая, вот так берем и вот эту вот линию выводим таким образом, чтобы вот здесь она у нас прям примыкала к краю, а потом она постепенно идет на расширение. Я рисую мышкой, поэтому криво. Но суть как бы показываю, я надеюсь, да? Что вот здесь вот она ближе к крестцам вот так вот на середину выходит. То есть мы просто вот так каждую вершинку берем и здесь мы прям максимально пододвигаем к краю. А вот с этого конца мы пододвигаем на середину. Вот так два раза G нажимаем, чтобы у нас скользило по Эджу. Здесь тоже на середину, здесь чуть меньше середины, здесь еще чуть меньше середины, здесь еще и здесь еще. Если хотите, чтобы все было прям ровно и хорошо, можете вот так выделить вот этот вот искривленный Эдж только что руками нашими, да? Нажать ей правой кнопкой мыши, вызвать Loop Tools и здесь нажать Relax. И в свойствах релакса вот здесь отключить галочку Regular для того, чтобы Relax у нас не выравнивал расстояние между вершинами. Отключаем Regular и итерации можно поставить побольше штук 5. Таким образом, если у нас здесь были какие-то заломы, они у нас убрались. У нас получилась более плавная линия. Ну и теперь мы берем и выделяем вот эти вот все лупчики с зажатым Alt, ну и с Shift, чтобы добавлять к выделению. Нажимаем им Ctrl-B, немножечко раздвигаем, слегонца растопыриваем, знаете ли. Но не сильно, потому что получатся слишком большие щели между зубами. Примерно вот так. Затем нам нужно также добавить такие же расстояния, скажем так, эджовые в начале. Ну здесь просто Ctrl-R нажмем и пододвинем. Сделаем так, чтобы у нас примерно между двумя половинками эджи расходились на таком же расстоянии, как вот здесь. Ну и также в конце. Это у нас последний муляр, он у нас тут с конца никак ничем не отделен, а мы его отделим вот так еще одним эджиком. Вот в этих полигонах у нас будут расти зубы. Вот в этих вот, пожалуйста, вот они у нас тут все выделены сейчас. Вот так. Но и это еще не все. Если вы сделаете зубы прямо сейчас, то получите дырки для зубов бесплатно. Если хотите лучше ориентироваться в сетке сейчас, то можно вот так нажать Ctrl-I, например, Mark Sharp, да, просто чтобы у нас заготовки под зубы немножечко отделялись от остального мэша визуально. Но, в общем-то, теперь нам нужно вот так зажатым Ctrl-I и Alt-I, и еще Shift-I, кстати, да, вот так, прощелкать вот эти вот все места, где у нас зубы есть, вот так. Так, то есть мы выделили только вот эти вот эджи, и вот этим вот выделенным эджем мы нажмем правую кнопку мыши и скажем им Subdivide. Между ними у нас добавилось еще по одному эдж-лупчику. Полученные эдж-лупчики вот здесь посерединкам мы выделяем еще раз, вот так. Вот они выделены, пожалуйста. Мы берем, нажимаем точку или букву U, выбираем Individual Origins, и теперь, если мы нажимаем S, Scale, то у нас, видите, каждый отдельно выделенный эдж-луп скейлится от своего собственного центра. Ну так вот, мы давайте на это посмотрим в виде сверху для начала. И вот так в виде сверху мы нажимаем просто S, при этом зажмем Shift-Z, чтобы у нас не происходил скейлинг по вертикальной оси, по оси Z. Нет, нам не нужен он. Вот так берем и маленечко скейлим это. Скейлим мы так, чтобы при этом вот здесь вот в центре наблюдать, ну такие, знаете, уже более округлые шестигранники. Потому что из этих шестигранников, как вы понимаете, будут как раз-таки сделаны зубы. Вот так мы увеличили. Выделение мы с них не снимаем, потому что нам сейчас вот эти же выделенные эдж-лупы нужно либо приопустить вот так вниз, но тогда у нас здесь внизу будут зубцы, которые нам не особо нужны. Либо же отскейлить по Z, то есть поставить 3D-курсор куда-нибудь вот так на низ данной конструкции, трансформации от 3D-курсора, нажать S, Z и вот так немножечко подскейлить. Ну, слишком сильно скейлить не нужно вниз, но у нас должно быть такое, знаете, вот как в школе подчеркивали прилагательное в предложении. Вот такая волнистая линия сверху у нас должна получиться. Всё, теперь выделение можно снимать и теперь можно немножечко успокоить вот эти внутренние линии. То есть снаружи у нас здесь всё хорошо по рельефу, а вот внутри у нас тут слишком уж он интенсивный, поэтому это можно исправить через, опять же, Loop Tools и Relax. Опять же, здесь не должно стоять галочки Regular. Она не то, чтобы тут что-то слишком сильно портит, но в любом случае у нас пока что вот эти вот расстояния должны быть такие, какие они есть сейчас. То есть вот здесь поуже между зубами, а непосредственно там, где зубы, там у нас пошире. Линия, которая находится у нас по центру, она нам здесь, в общем-то, не нужна. Можем её убрать. Ctrl-X. Ну и вот эту нижнюю линию мы тоже с вами разгладим немножечко. Loop Tools. Relax. Вот так нажали и Relax. И, в общем-то, она у нас расслабилась немножечко, знаете ли, остепенилась. Всё с ней нормально. С наружной части вот эту срединную линию можно тоже убрать, а вот эту нижнюю линию тоже Relax. Прям получше, прям побольше, да, чтобы у нас вот этот нижний край был, ну, практически гладкий. А вот здесь верхний край у нас такой зубчатый. Теперь мы переходим в режим выделения фейсов, и нам нужно выделить вот эти вот самые фейсы, которые находятся у нас на месте зубов. Можно это делать по-быстрому, если нажимать L, и в этой менюшке Select Linked указать Sharp. То есть наше выделение будет ограничиваться Sharp Edge'ами. И вот так им всем нажимаем L, 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 L. И, выделивши вот эти вот все площадки под зубы, мы берём их и экструдируем. Но экструдируем мы их не вверх, как вы могли бы подумать, чтобы сделать зубы ещё рано. Ха-ха. Делаем это вниз. Мы делаем дырки под зубы. Слишком сильно глубокими их делать не надо, но, тем не менее, знаете, такими ощутимыми сделать не помешало бы. Но я сделал так, что они где-то вот так на одну треть от общей высоты челюсти вот так вниз экструдируются. Итак, мы с вами получили вот такой зубной протез нижней челюсти. Только без зубов, потому что, извините, это дорого. Поэтому, ха-ха-ха, зубной протез без зубов. Но, как бы, сейчас мы накинем немножечко стоимости ему. В режиме выделения у нас вот эти вот ямки в данной челюсти всё ещё выделены. Если это не так у вас, то выделите их. Берём мы их и вот так дублируем. Shift D. Нажимаем правую кнопку мыши, чтобы сбросить их перемещение. Нам тут перемещать не нужно. И вот так нажимаем P. Separate Selection. Иначе говоря, мы продублировали вот эти полигоны и отделили в отдельный объект. Вот так оттаскиваем, смотрим, там дырки всё ещё у нас закрытые. Но при этом добавились вот такие полигончики, из которых у нас и будут расти зубы. Мы уже вот в этом объекте. Заходим в режим редактирования, выделяем всё и экструдируем вверх. Экструдируем на некоторое значение. Тут, на самом деле, длина зубов у всех разная. Пока что делаем это произвольно, когда уже поставим челюсть внутрь персонажа, тогда определимся с длиной зубов. Пока что выходим из режима редактирования зубов. Выделяем их. Выделяем саму челюсть. И теперь уже входим в режим редактирования только обоих мешей сразу. В multi-edit, иначе говоря. И вот в этом режиме мы смотрим на наш меш, на анатомический референс. И наблюдаем мы, видя сбоку, вот такую картину. У нас линия челюсти, она, видите, немножечко вот так изогнута. Изгиб начинается, ну, примерно в районе второго премоляра. То есть, вот у нас маляры три штуки, а вот у нас премоляры два штуки. Здесь тоже смотрим. Вот у нас раз маляр, два маляр, три маляр. Вот это два идут премоляра. Мы выделили маляры с вами. Поставим 3D-курсор вот так сюда, на первый маляр. Смотрим в виде сбоку тоже. Это у нас тройка. Ставим трансформации от 3D-курсора. Включаем также пропорциональное выделение. Обязательно без Connected Only. Этого нам не надо. Нажимаем мы с вами Ctrl-Alt-Shift-S. Также щелкаем по оси Y, иначе говоря. Таким образом мы вызываем инструмент наклона. Но наклонять нам нужно не всю челюсть целиком, а вот так поменьше. Поставить радиус. Ну, вот так примерно немножечко поменьше, чтобы у нас линия в итоге получилась достаточно плавная. Берем и изгибаем сначала маляры вместе с челюстью. Сейчас мы пока что смотрим на линию челюсти. Вот так. Затем уже ставим галочку Connected Only. Снова нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S. Снова по оси Y. И вот уже непосредственно сами маляры мы обратно немножечко приопускаем. То есть у нас, видите, если сюда посмотреть на анатомию, то вот здесь расстояние между челюстью и верхом зуба, оно поменьше, чем вот здесь. А вот здесь поменьше, чем вот здесь. То есть у нас линия челюсти, она более вот так резко вверх уходит, чем линия зубов. Ну, вот так мы слегонца все это дело расставим. Линию вот этого зуба, торчащую, да, можно вот так немножечко вниз приопустить, да, чтобы у нас тут резких скачков в плане рельефа не было. Ну и затем мы в режиме редактирования челюсти вот так возьмем и вот эту нижнюю грань, уже можно без пропорционального выделения, немножечко уменьшим. И вот здесь в середине вот так сделаем снова параллельные эджи. То есть, ну так, пододвинем просто, да. Таким образом, у нас вот эта вот вся нижняя часть челюсти немножечко вот так сужается. Ну и давайте придадим нашей челюсти чуть более благородный вид за счет того, что мы сейчас с вами вот так пока что спрячем зубы. Но не за счет этого, но мы просто их сейчас спрячем, они нам мешают. Мы берем, выделяем все, нажимаем Shift-E и минус 1. Нам тут кризы сейчас уже не нужны. Ну и нажимаем Ctrl-1, можно Ctrl-2, Ctrl-3. Таким образом, мы вызываем модификатор Subdivision Surface. Он нам немножечко все разглаживает путем добавления дополнительных полигонов. Обратно проявляем зубы, смотрим на красоту невероятную. Ну вот таким образом мы с вами сделали именно саму челюсть, из которой зубы растут. Ну а теперь очередь зубов. На зубах шарпы можно тоже убрать, вот эти голубые эджи. Нам тут они уже не нужны, мы и так понимаем, где они у нас находятся. Клер шарп. Ну и зубами история следующая. Мы у них у всех наблюдаем вот такое вот углубление в центре, да? Особенно это заметно на молярах. На премолярах оно тоже есть, хоть и поменьше. И на клыке и на резцах мы не наблюдаем этого углубления вовсе, но здесь есть скос. Мы такие с вами можем взять с Ctrl-Alt и Shift-ом еще, чтобы добавлять к выделению. Выделить вот так все центральные эджи. Нажать им Subdivide. Таким образом у нас посерединке поделится каждый зуб. И теперь мы с вами вот так выделяем у резца вот эти два эджика внутренних, да? Мы сейчас сидим во рту, мы внутри рта. Вот эти два эджика мы опускаем вниз. Вот так, не доходя до самого низа, до линии соприкосновения с челюстью. Чуть-чуть повыше, вот так. Здесь также выделяем вот этот эдж, тоже его приопускаем. Можно чуть-чуть повыше это сделать. Теперь клык. То же самое. Чуть-чуть вот так повыше, чем на резцах. И далее, вот у нас идут уже два примоляра. Мы здесь опускаем вот эту вот линию со стороны рта. Совсем чуть-чуть. Здесь еще меньше. Ну и дальше мы эту внутреннюю линию вообще в принципе можем не опускать. Но начиная с примоляров, мы опускаем уже вот эти вот срединные два эджа. На примолярах вот здесь прям совсем чуть-чуть мы опускаем. Вот у нас раз примоляр мы опустили. Не путать его с клыком. Вот пожалуйста резец, резец, клык. А вот это уже два примоляра идут. Вот они два. И на них мы опускаем срединную линию. Здесь обратная логика, да? То есть здесь мы опустили чуть-чуть на первом примоляре. На втором мы опустили уже побольше, поглубже. И на молярах мы с вами опускаем еще больше. На вот этом вот так. На вот этом еще больше. И на вот этом еще больше. С ямками мы разобрались, теперь я вот так проявил все зубы, нам нужно убрать срединные ямки у резцов, ну здесь они либо плоские прям, либо наоборот даже выпуклые немножечко в своей середине, мы вот так выделяем вот эти срединные два фейса и просто их скейлим, можно скейлить даже немножечко в отрицательное значение, чтобы он стал вот так слегонца выгнутым, либо плоским, ну я так сделаю их преимущественно плоскими, но чуть-чуть вот так выгнутыми внаружу. На втором резце то же самое, но он чуть-чуть уже более выгнутый, далее у нас на очереди идет клык, его мы скейлим прям вообще хорошо, в отрицательное значение он у нас прям немножечко вот так торчит, то есть был такой, стал вот прям такой. Клыки заостряйте уже по желанию, если хотите сделать ему более хищную такую улыбку, более хищный рот, то можете клыки прям неплохо так вытаскивать, если не хотите, хотите обычного нормального человека, то ну как бы делайте клыки поровнее. Здесь уже обратная ситуация, у нас получается, что клык самая знаете ли такая острая часть, а здесь мы на прямоляр и наоборот обратно вот так разглаживаем все. Если вот этот прямоляр он все-таки еще немножечко домиком, то этот второй прямоляр он уже ровный и дальше у нас уже идет углубление, то есть ямка вот эта она у нас снова обратно проваливается. Ну вот эти два трогать уже не обязательно, они и так нормальные. Далее мы зубами производим следующую манипуляцию, мы берем их выделяем в режиме редактирования и начиная со второго резца, вот отсюда, нам нужно произвести небольшой наклон этих зубов, чтобы они не вылетели из своих лешбищ. Мы их будем поворачивать от 3D курсора, трансформации от него же, 3D курсор ставим ну вот сюда примерно, в том месте где он у нас входит в челюсть и немножечко пониже, ну где-то вот здесь. Берем соответственно, смотрим на него вот так прямо и поворачиваем, без пропорционального выделения, здесь нам оно не нужно. Наклоняем совсем слегка, далее смотрим прямо на клык, тоже его немножечко вот так поворачиваем, самую малость. Далее премоляры, тоже поворачиваем, второй премоляр поворачиваем, на подходе к малярам мы постепенно уменьшаем угол, на который мы поворачиваем, то есть меньше и меньше, с каждым разом. Первый маляр мы вообще чуть-чуть поворачиваем, второй мы поворачиваем еще меньше, чем первый, ну и третий мы вообще не трогаем. Далее, а после поворота мы берем и Ctrl-R добавляем вот так прямо в притирку к десне дополнительные edge лупы на каждый зуб. Пусть вот этот вот луп, он прям ложится на десну. Делаем мы так с каждым-каждым зубом. Помимо этого, мы переходим в режим edge, Ctrl-Alt и выделяем edge ring, так называемый, с шифтом добавляем выделение еще, вот так на каждом зубе. И полученное выделение мы сабдивайдим, у нас получается дополнительный edge посередине, мы его выделяем, ну и затем мы нажимаем Alt-S, для того, чтобы все зубы у нас чуть-чуть округлились вот так. Самую малость, слишком их круглыми не делайте вот такими, чтобы они не были похожи на шарики, ну пусть они просто вот так между собой сомкнутся. Зубы у нас практически готовы, осталось делать им корни. На самом деле это не обязательно данный шаг, да, если вы не планируете, что у ваших персонажей будут вылетать зубы. Но я-то планирую, что у них будут вылетать зубы, поэтому корни я этим зубам тоже сделаю. Я вот так на анатомическом референсе возьму и отрежу челюсть, чтобы она не заслоняла с собой корни зубов. И здесь мы видим такую картину, что у нас у большинства зубов по одному корешку, и лишь у вот этих вот двух первых маляров у нас корешочек раздвоенный. Я также встречал еще и по три корешка у зуба, но я так полагаю, что бывают разные вариации, если стоматологи есть в комментариях, то поправьте. Бывают ли раздвоенные корни зубов или только тройные корни зубов, это единственно верный вариант. Не знаю, сделаем два, я думаю не будет слишком большой ошибкой данное допущение. В 3D вьюпорте мы тоже изолируемся с зубами. Вот у нас, пожалуйста, вот эти вот два малярчика. В режиме редактирования мы выделяем вот эти вот нижние ЭДЖИ у них, нажимаем им Ctrl-B, вот так с легонца их раздвигаем. У нас получаются вот такие треугольники. Мы вершину этого треугольника вот так соединяем с верхней вершиной, at last. Делаем мы это с обоих сторон. Затем вот так с Ctrl-Alt мы удаляем вот эти вот полигоны. Затем берем вот эти получившиеся ЭДЖИ, вот так их соединяем, заполняем, делим пополам в середине и вот так мерджим вершины. Так, ну пожалуйста. Теперь мы вот так возьмем и вот эти все нижние вершины, вот так вот прям их выделим насквозь. Мы возьмем и уменьшим. Уменьшим мы их от Individual Origins с пропорциональным выделением, Connected Only. Вот так возьмем и отскелим, чтобы они у нас заострились. Ну вот так, слишком сильно не трогайте серединку, дай вот так поменьше прям радиус. Она у нас может чуть-чуть уменьшиться, но не слишком. Ну и затем мы вот это все добро экструдируем еще вот так вниз по оси Z. Так, не сильно, потому что, ну, не надо их делать прям полметра длиной эти зубы. Но вот так немножечко еще экструднем вниз. Вот эти вот места, если они у вас прямоугольные, как у меня, можно вот так взять и через Loop Tools сказать им, что будьте вы, пожалуйста, сёрклом. Вот так все корешки берем и делаем сёрклом, чтобы они были кругленькие. Всё, пожалуйста, вот такие у нас тут тюльпаны практически. Теперь мы им нажимаем Ctrl-1. Таким образом у нас накидывается модификатор Subdivision Surface. Если здесь у нас в центре склеилось, то лучше так не надо. Отключаем Merge. Зубы у нас должны быть отдельные друг от друга. Ну и теперь все, что нам нужно сделать, это с учетом того, что оно у нас сглаживается, с учетом того, что у нас зубы слегонца вот так уменьшились, да, за счет своего округления, в режиме редактирования вот так вот их взять и немножечко друг к другу все-таки вот так вернуть. То есть берем и прислоняем зубы немножечко друг к другу. Тут бывают разные вариации. В целом тут ошибиться достаточно сложно, потому что количество вариантов зубов у разных людей, оно стремится к бесконечности. Ну я сделаю такие достаточно плотно соединенные зубы с небольшими промежутками между ними. То есть брекеты нашему персонажу не то чтобы прям нужны, он и так в принципе нормально справляется. Но опять же, если между ними будут большие промежутки, такие зубы бывают вообще без проблем. Это все равно будет реалистично. Я на данном курсе редко задеваю вопрос красоты, потому что красота, знаете ли, она крайне субъективная штука. И кому-то нравится там, например, чтобы у человека была вот такая вот щербинка между зубами, да, ну обычно на верхних зубах, но тем не менее. То есть здесь уже по своему вкусу, по своему усмотрению, по своим задачам. Ну я стараюсь делать, да, красивого персонажа, яркого запоминающегося, но тем не менее. Тут самое главное сделать его анатомичным, а уж кому как красиво кажется, это каждый решит для себя. Так, ну вот так я уплотнил зубы. Между ними прям такие небольшие щели. Теперь можно также углубить серединки. Чтобы было немножко более удобно на это все дело смотреть, можно вот так включить дополнительным модификатору Subdivision Surface отображение в режиме редактирования. То есть у нас уже сглаженная сетка сразу же отображается здесь, им сразу же ее редактируем. И вот здесь я рекомендую вот так еще побольше углубить вот эти вот срединные точки, потому что на этих местах у нас, знаете ли, пережевывается пища. И сделать их чуть более рельефными будет вполне логичным шагом. Я углубляю здесь серединки, я вот так вытаскиваю концы. И не забываем о том, что у нас самые глубокие ямки на малярах находятся, на прималярах менее глубокие ямки. И здесь на клыке и резцах у нас тут ямок вообще нет. Вот этот прималяр, вот этот вот прималяр, вот этот прималяр перед клыком, он немножечко косплеит клык. И вот тоже такой, знаете, это пытается ему подражать слегонца. То есть вот эти вот у него средние вершины, они могут немножечко вот так вот тоже такими клыкообразными быть. А вот этот смотрит на вот этот и такой, чем он там занимается, не понимает. Но такой слегка тоже это повторяет, вдруг так надо. Вдруг так модно нынче, да? Кто же знает. Ну а маляры, они как бы сами по себе, они вообще на вот эти все штуки не смотрят. Они квадратные, они толстые, в них есть ямка и они молодцы. Все, что нам осталось здесь сделать для финализации, это добавить ту линию, которую мы удалили. Но добавить не просто так, мы вот так ее добавляем, опускаем вниз, вот так прямо впритык. А затем уже применяем и поднимаем вверх, без пропорционального выделения. Вот так на середину ее двигаем, в принципе будет нормально. Все, пожалуйста, мы чуть медленнее, чем мгновенно, сделали с вами зубы. Но как же так, возразите вы, ведь еще есть верхние зубы. Ой, скажу я вам, мы берем вот это выделяем. Мы вот так это дублируем, вверх тащим. Вот так нажимаем Ctrl-M, Z, вверх тащим. И у нас как бы практически готовы верхние зубы, но сейчас, естественно, их нужно немножечко подредактировать. Я вот так проявлю верхнюю часть черепа, с зубами она, знаете ли. И тут штука какая. Помните, мы вот эту линию наклоняли вверх. Так, нам вот здесь эту линию тоже нужно наклонить вверх. Но поскольку мы отразили, она у нас сейчас наклоняется вниз. А должна делать это вверх. Соответственно, мы такие смотрим сбоку на наши зубы. Тут у нас что? А, хочет покусать. Это не надо, давайте изолируемся вот так. Вот, мы для начала вот эту верхнюю челюсть с верхними зубами. Немножечко, самую малость, двигаем вперед. У нас тут такая штука должна получиться, что у нас вот эти верхние зубы немножечко вперед выдвигаются относительно нижних. И между зубами здесь образуются такие вот зигзаги. Если они у вас наблюдаются, значит у вас все с зубами правильно было сделано. Конечно же, если прикус неправильный, то тут может это все слегонца различаться. Но у нас прикус самый обыкновенный у персонажа. Тут без изысков. Мы вот так это немножко вперед пододвинули. Теперь мы такие в режим редактирования зашли. Здесь мы такие выделили, опять же, три моляра. И вот начиная с вот этого моляра, у нас, видите, тут не схождение происходит. Они зубы проходят друг в друга. 3D-курсор, соответственно, мы ставим куда-нибудь на середину второго премоляра. Я, кстати, не знаю, я правильно их нумерую. Я нумерую сначала челюсти, типа первый премоляр, второй премоляр. А так, может быть, это по-другому. Ну, в общем, если неправильно, простите меня, стоматологи. Ну, как бы, думаю, понятно, да, в любом случае. Трансформации ставим от 3D-курсора. Выделение пропорциональное. Не только connected, а как бы вообще, в принципе, все. Нажимаем Ctrl-Shift-Alt-S по оси Y. Вот так вот это все мы двигаем вверх. Можно прям побольше так радиус себе поставить. Мы это двигаем так, чтобы у нас зубы стали параллельны. Но здесь у нас есть такой зазор. Мы просто берем теперь это и уже пододвигаем. Радиус можно поставить поменьше. Вот такой вот небольшой. Нам нужно, чтобы эти зубы друг с другом вот так состыковались. Вот здесь в отдельных местах уже можно, да, либо верхний нарастить вот так вот вниз, да, либо нижний вот так немножко подтянуть к верхнему, чтобы все совместилось. Но слишком сильно они друг с другом проходить не должны в любом случае. Далее мы смотрим на нашу челюсть. Зубы и на челюсть мы на все смотрим. Спереди. И тут у нас есть некоторый прикол. Зубной прикол. Знаете какой? Дело в том, что у нас верхние резцы, они, как правило, шире, чем нижние. И, в общем-то, клык передний, он тоже чуть более широкий, чем нижний клык. А вот что касается примоляров и маляров, то тут уже разница в толщинах не такая существенная. Тут ее, в принципе, даже и не видно. Посему мы с вами выделяем и челюсть, и зубы. Хватаемся вот так за промежуток между зубами. Вот так вот, прям вот эти вот все вершины межзубные. И мы берем их и просто немножечко тащим в сторону. Радиус выделения можно сделать немножечко побольше. Можно захватить также вот эти верхние. Немножечко вот так тащим в сторону, растаскиваем. Если у нас тут щербинка появилась, как бы ничего страшного, мы ее потом заляпаем, законопатим. Далее делаем так же с вершинами вот этого резца и клыка. Тоже немножко двигаем в сторону. Далее хватаемся за клык, вот так, за его вершины. Немножко тащим тоже в сторону. У нас сейчас задача вот этот клык пододвинуть так, чтобы он был вот так правее, чем нижний клык. Сейчас они прям друг на друге, поэтому мы вот так берем и пододвигаем вот это все. Здесь сверху тоже сильно не кривим. Если оно у нас покривилось, то немножечко вот так вот это тоже подтаскиваем вправо. И все прочие зубы мы тоже немножечко тащим. В конечном итоге у нас вот этот последний маляр, он должен чуть-чуть выглядывать вот так за вот этот маляр. При этом такая вот легкая зигзагообразная линия, она у нас между зубами должна сохраняться. То есть они своими концами втыкаются в серединку ниже лежащего зуба. Подравниваем так, чтобы у нас тут не было слишком больших щелей, иначе туда будет забиваться еда, и, собственно, персонаж будет не очень вкусно пахнуть ртом своим. Ну вот здесь в центре у нас тут образовалась щель. Опять же она бывает у людей прям вообще без проблем. Но мы, пожалуй, без нее обойдемся. Кому-нибудь другому эту щель дадим. У этого персонажа и так достаточно отличительных особенностей, по которому его можно без проблем идентифицировать и не спутать с любым другим персонажем. Ну вот, пожалуйста, я тут немножечко подкорректировал форму верхних зубов, сделал клыки побольше, резцы вот эти передние чуть-чуть покороче, чтобы у него был более хищный оскал. Ну потому что персонаж, он как бы требует это. Конкретно этот. Ну и в завершение нам было бы неплохо их оптимизнуть. Их десна, то есть. Оптимизнуть мы можем следующим образом. Мы можем вот так. Эджи, которые у нас находятся между вот этими буграми. Буграми, которые предназначены для зубов. В общем-то, да, вот эти выпирающие части. Между ними мы можем вот так сделать коллапс. У нас там получатся треугольники вот такие. Но эти треугольники вполне хорошо себя ведут. Они подчеркивают рельеф. И при этом выходных эджей у нас тут поменьше. Вот эти последние. Я рекомендую вот так не схлапывать. Вот так вот. Вот так делать не стоит. Ну не то, чтобы не стоит. Но просто есть некая вероятность, что мы, скорее всего, вот так это продлим дальше. А может быть и нет. Посмотрим. Но все равно лучше их не трогать. Точно так же не стоит трогать и вот эту центральную. Тут, по идее, можно было бы вот так выделить и хобби. Вот так сколлапсить. Ну а тут получится звезда. Вот такая шестью. Лучами. Подождите, даже не шестью. А тут прям еще больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лучей. Да вы чего? Да князья, да это... Не надо. Нет, нет, не надо. Короче, здесь не трогаем. Не надо. Поверьте, оно вам не нужно. Это же просто топологическая беда. Внутри мы делаем то же самое, как вы понимаете. Ну и в общем-то с нижней челюстью то же самое. Но поскольку может захотеться оптимизнуть еще больше, то тут есть куда это делать. Мы можем вот здесь повыделять эджи, которые теперь находятся перед треугольником. И вот так вот их убрать. У нас таким образом количество выходной топологии сократится еще. И при этом у нас здесь непосредственно сама топология станет даже более правильной. Что достаточно интересно. Но в то же время я понимаю, я не в силах остановить ваше желание и делать более оптимально. То есть ну как бы вот в середине здесь такая прям напученность. Прямо знаете, такая уплотненность полигональная. Ну как бы вот знаете, не доходя до середины, не трогая вот эту вот центральную линию. Вот так вот здесь можно выделить по два эджика и вот так сколлапсить. Ну и конечно будет вообще хорошо. И вот знаете, если не вот эта красота, то стоит вообще пересмотреть понятие, что такое красиво. Стоит тут куда-то вот в какой-то справочник, вот знаете, или в какую-то энциклопедию внести поправки. Потому что ну что это, как это иначе называется, я не понимаю. Это очень красиво. Красиво это. Ну и в общем-то далее нам нужно сделать твердое нёбо и мягкое нёбо. И вот в данной ситуации можно безусловно добавить вот сюда к дёснам мягкое нёбо, допустим. Да, вот так проэкструдировать, соединить в центре, вот так позаполнять. В принципе прикольно будет. Да, ну то есть вот так зашить до конца. Но это не избавляет нас от необходимости сделать внутреннюю полость рта целиковым таким мэшем. И если это так, то в общем-то зачем нам делать дополнительные полигоны, если всё равно у нас функцию данных участков может взять на себя полость рта. Посему мы с вами берём вот эти зубы, зубы в руки и пошли. А пошли мы с вами к персонажу в общем-то. Вот он у нас стоит, беззубый юнец. Но сейчас зубы мы ему дадим. Он вот зубы юнец, зубастый. У нас что на зубах, что на дёснах модификаторы в общем-то одинаковые. Поэтому мы можем взять их и соединить. Ctrl J. И здесь поскольку я например дёсны присоединил к зубам, то здесь такой галочки как мерч не было. А этот модификатор отнаследовался от зубов. И тут такая штука, что для дёсента она нужна, чтобы у нас здесь оно сабдивилось как целиковый меш, а не разделённый на две части. Но вот для зубов этого не надо, потому что если мы нажимаем мерч, то смотрите что происходит. Не очень. Поэтому мы здесь значение для мерч ставим просто нанотехнологичное. Очень маленькое. Наимельчайшее. Чем меньше, тем лучше. Сколько позволяет блендер. Чтобы у нас вот эти вот зубы, они ни при каких обстоятельствах не склеились. Если вам так же страшно как мне, что они склеются, я вас понимаю. Я понимаю ваши чувства. Мы просто возьмём вот так маленечко растопырим их в стороны. Пусть лучше тут будет щель, чем они слепятся в один единый зуб. Это же ж полный отстой. Зачем нам они нужны слепленные? Вопрос. Аналогично с верхними. Тоже их растопыриваем немножко. Вот так. Тут такая щель, знаете, не шибко большая, ничего страшного. Если вы наоборот сделали, соответственно, да, то есть зубы приделали к дёснам, то у вас они склеятся. Отстой. Не то слово. Поэтому тоже делаем здесь очень маленькое значение. Прям одна там 150 миллионная. Неважно. Очень маленькое значение. Чтобы у нас здесь зубы не склеивались. Иначе потом это придётся всё расклеивать, разлеплять. Это дополнительное время. А потом, а нам всё равно же нужно будет применить модификатор мирора. Короче, нам этого не нужно. Мы это всё максимально расклеили. А вот здесь в центре у нас склеивается. Ну и спасибо на том. Ну и теперь, покуда это у нас два объекта вот таких, а не четыре. Мы вот так их берём. По иксу ставим в ноль. Надо было с альтом нажать. Ну можно и так. В виде сбоку пододвигаем. Ну и теперь их нам нужно уменьшить. Уменьшить. Очевидно, что нужно. И тут нам важно понять, до каких пор их уменьшать. Здесь у нас есть некоторое удобство. Удобство в виде того, что персонаж у нас худой. И у него видны вот эти вот скулы. И видна вот эта часть черепа, из которой у нас зубы эти растут. То есть, ну вот она скула. И вот здесь вот отсюда где-то растут у нас зубы. Если у вас, у персонажа щёчки. Если он ездил к бабушке часто, чтобы вот это вот покушать всего домашнего с грядки. То тут, конечно, могут быть проблемы. Но ширина рта-то у нас как бы есть. Она достаточно постоянная. Это только щёки растут. Поэтому мы можем по ширине сделать таким же, как рот. И вот прям чуть-чуть увеличить. То есть, вот ширина рта и вот чуть-чуть пошире. Прям слегка. Самую малость. Ну и затем их нам нужно отпозиционировать по вертикальной оси. Тут всё может быть по-разному. Но в целом, если у вас вот так линия верхних зубов будет касаться линии разреза рта. Вот этой вот, да. То в целом будет адекватно. В любом случае. Длина зубов, положение рта на голове. Оно немножко у всех разнится. Это всё можно подрегулировать. Но в целом, тут, знаете ли, главное, чтобы вот не вот так было, да. Чтобы когда он улыбнулся, у него нижняя десна была, да. Это будет странно. Как он тогда ест? Вопрос. Вот так у нас. Линия зубов и линия губ, она примерно одинаковая. Если чуть-чуть приопустите, то у вас будет немножечко такой, знаете ли, эффект кролика небольшой. Ну вот я с небольшим эффектом кролика его сделаю. Ха-ха-ха. Говорим, едва-едва. То есть, чтобы как только он чуть-чуть улыбнулся, сразу у него зубы появились. Должно выглядеть симпатично. Ну и теперь позиционируем в виде сбоку. То есть, по оси Y нам нужно отпозиционировать зубы так, чтобы они тоже смотрелись адекватно. Здесь мы смотрим в первую очередь под нижнюю губу и закладываем некоторую толщину кожи. То есть, вот у нас нижняя губа, вот эта вот ямочка под ней. И толщина кожи, ну, примерно такая в данном месте. Можете языком во рту себя потрогать, понять какая толщина у этого всего. Ну, примерно вот такая. Опять же, можем двигать вперед-назад в небольших пределах. Ну и также мы можем нажать вот так Alt-B, отрезаться с нижней челюстью и посмотреть, как оно позиционируется внутри. Ну, чисто по ощущениям, немножко можно пододвинуть вперед, но совсем слегка. То есть, у нас нижняя губа, она здесь не заканчивается, она заворачивается внутрь, правильно? И плюс есть некоторая толщина у кожи. Аналогично с верхней губой, она тоже подворачивается вот так внутрь. Пока что годится, потом посмотрим, может быть, как-нибудь слегка подкорректируем. Когда определились с позицией и с размером зубов и челюстей на них, вернее, челюстей и зубов на них, да, наоборот. Мы берем и применяем им все трансформы, чтобы в случае, если мы их вот так куда-нибудь оттащим, чисто чтобы посмотреть, чисто чтобы что-нибудь подкорректировать, то у нас всегда будет возможность их вернуть на место через Alt-G. Ну а еще, как видите, это полезно тем, что у нас тут сейчас вывернулись нормали. Это не очень. Вот так я здесь отключу Backface Culling, чтобы еще лучше понимать. Пожалуйста, мы за счет того, что отражали нижнюю челюсть, у нас при применении трансформаций нормали вывернулись. Поэтому вот так берем и Shift-N. Пересчитываем их во внешнюю сторону. Хорошо. Это мы нажимаем Alt-G для того, чтобы обратно их на место поставить. Далее мы делаем полость рта, которая одновременно нам закроет дырку во рту, то есть мы не будем видеть улицу, когда персонаж откроет рот. И также будет выполнять функцию твердого неба и мягкого неба. Твердое небо сверху, можете пощупать языком там сверху, оно твердое. Можете пощупать языком снизу, там, ну, во рту. Там мягкое. Ну так вот, здесь у нас, в общем-то, наблюдается что? Вот такая капсула, такая вот полость, знаете ли, с некой трубочкой. Трубочкой, уходящей туда, в глубины горла. Как вы понимаете, эта полость также должна у нас беспрепятственно соединяться с губами в единый монолитный мешк. Посему мы входим в режим редактирования нашего персонажа, выделяем вот этот самый крайний луп. Дальше этого лупа пока что нет ничего, там улица и зубы. Но зубы нас уже не интересуют. Выделив ши, вот этот вот крайний луп у губ. Луп у губ. О, как интересно. Луп у губ. Shift D ему нажимаем, сбрасываем позицию и отделяем. У него мы можем удалить половину вершин, потому что мы будем делать это в режиме симметрии, зеркально. Сразу можем накинуть модификатор Mirror. Ну и чтобы нам было удобнее ориентироваться в том, как это будет внутри персонажа, нажимаем Alt B, вот так вот. Чуть-чуть полевее, чем середина, и вот так отрезаем. Теперь входим в режим редактирования данного объекта, который мы отделили. Это вот один единственный лупчик пока что. Выделяем здесь все и экструдируем вот сюда вглубь. После экструдирования вот так увеличиваем вертикально. Тут, если какие-то вершины у нас оказались слишком высоко или слишком низко, мы вот так их пододвигаем вверх-вниз, кому куда надо. Но у нас в итоге должна получиться полуокружность. Вот эти вершинки мы расставляем. Ну, соответственно, верхняя вершина к верхней губе относится, нижняя вершина к нижней губе относится, разумеется. Теперь вот это добро было бы неплохо причесать. Это можно сделать через Loop Tools, Relax. Можно повторить это несколько раз. Вот так Shift R понажимать. Повторить операцию релакса. Ну и также вот так отскейлить это по Y в 0. Вот так, чтобы сделать это плоским. И также неплохо было бы Loop Tools выровнять здесь расстояние между вершинами. Вот так, прям все причесываем. Теперь мы смотрим немножечко на голову сверху. Вот наша голова. Мы вот так поворачиваемся, смотрим на нее немножечко сверху. Здесь у нас, конечно же, немножечко вот так расширяется. Можно включить клиппинг у Мирророда. Да, чтобы у нас вот эта центральная вершина, она была склеенная уже. Вот так немножечко расширяем. Закладываем некоторое расстояние между внешней стороной щеки и вот этой внутренней, которую мы сейчас делаем. Потому что у кожи есть толщина. Особенно в области щек она там достаточно толстая. Как бы не зря пирожки ели. Ну и я рекомендую делать ее потолще. Даже если у вас персонаж худой, все равно делайте вот это вот расстояние потолще. Потому что у нас рот и щеки, эта часть достаточно подвижная. И будет крайне не очень. Если у вас вот так вот вылезет внутренняя часть рта. Это будет прям ну такое себе мероприятие. Поэтому ничего страшного, если у вас будет толщина кожи щеки чуть более толстая, чем она есть на самом деле. Потому что тут, ну, невозможно проверить, насколько толстая щека изнутри рта, будучи в игре. Поэтому мы можем себе немножечко упростить задачу. Исключить ситуации, когда у нас внутренняя часть рта оказывается снаружи рта. Просто сделав немножечко потолще щеки. Ну и конечно же мы можем экструдировать несколько раз. Что нам в общем-то и нужно сделать. Вот так до конца челюсти. Вот ну с уголок челюсти, пожалуйста. Вот до сюда мы еще раз экструдируем. Смотрим на все это добро в виде сбоку. И в данной ситуации нам удобно будет вот так нажать Ctrl и правую кнопку мыши. Таким образом у нас вот так сюда вглубь немножечко экструднется и повернется изначальный луп. Ну и теперь нам вот это вот все нужно немножечко округлить. Можем нажать Alt-B, изолироваться чисто с полостью рта. Если хотите, можно вот здесь нажать Backface Culling, да, чтобы у нас была видна только внутренняя часть рта. У нас тут нормали инвертированные. Если это не так, то нажмите Ctrl-Shift-N. Вот так я нажал Shift-N, я смотрю на внешнюю сторону. Если нажимаю Ctrl-Shift-N, то у меня инвертируются нормали. И таким образом я смотрю вовнутрь рта. Вот здесь вот это все нам нужно немножечко причесать и округлить. Желательно не сильно задевать вот эти вершины, которые у вас примыкают к губам, потому что нам все равно их нужно будет соединять. И если хотите, можно их вот так скрыть. Да, чтобы их не трогать. Ну и далее нам это нужно все немножечко округлить. Это не полностью круг, то есть это не идеальный круг. Это все-таки овал, но тем не менее округлить требуется. При желании можете, конечно, вот так зайти в Loop Tools и нажать ему Circle, но это слишком. Это слишком уж круглый круг, нам нужен более овальный круг. Ну и также не забываем почаще смотреть на все это вместе с головой. То есть вот эта вот нижняя вершина, видите, она слишком низко. И у нас здесь чересчур утоньшилось данное место. У нас мягкое небо достаточно толстое, имеет некоторую толщину. После того, как здесь все более-менее причесали, требуется добавить разрезик, ну куда-нибудь вот сюда, для того, чтобы пойти на сужение. Потому что здесь у нас уже идет глотка, и она достаточно кругла. Вот здесь, кстати, уже можно нажать вот так Loop Tools и Circle. У нас создастся полукруг. Вот так ее уменьшаем маленечко, пододвигаем. Формируем это таким образом, чтобы у нас получилась, ну, такая вот трубка. Это как сливное отверстие в раковине. Хорошее сравнение, правда? Ну и затем нам было бы неплохо немножечко округлить данную фигуру. Пока это не полость рта, это то, что собирается ей стать. Хе-хе, то есть добавить вот так, например, сюда в центр надрезик. Взяться за вот эти вот вершинки. И вот так вот немножечко это все пододвинуть к центру. То есть у нас, ну, должна получиться такая округлая форма в любом случае. Тут много полигонов нам не нужно, как вы сами понимаете. Потому что внутрь рта попробую еще посмотреть. Не так-то это просто. Но тем не менее, Майнкрафт во рту у персонажа происходить не должен. В плане полигонажа, да? Все более-менее округло, а не квадратно. Итак, округление я произвел. Снова смотрю на половинку головы, на половинку полости рта. И здесь нам нужно сделать такую штуку. Мы берем и добавляем разрез вот так вот где-то здесь посередине между вот этим вот эдж лупом и непосредственно краем губ. Немножечко можем пододвинуть даже его вот сюда, нажавши два раза G, чтобы у нас вершины сказели по эджам. И теперь нужно вот это вот взять и пододвинуть вот так сюда к губам. Немножечко вот так повернуть. Таким образом мы с вами делаем вот эту вот внутреннюю часть губ. То есть у нас вот внешняя часть губ, а вот у нас, пожалуйста, внутренняя. Вот у нас, пожалуйста, внешняя часть нижней губы, вот, пожалуйста, внутренняя. Ну и, конечно же, если мы посмотрим на это все сверху, у нас силуэт губ должен, ну, наполовину повторяться. То есть получается, что вот эти вершинки нужно немножечко вот так потянуть. Вот так рекомендую отрезать прямо рот персонажу, да? Через альт-Б. И проверить, что у нас везде здесь имеется толщина между внешней частью вот этой вот и внутренней частью вот этой вот. Толщина при этом более-менее равномерная. Она не должна быть маленькая, чтобы, опять же, у нас внутренняя часть рта при анимации никак не вывалилась наружу. Это будет нелепо. Слишком толстую тоже не надо, потому что здесь у нас также находятся зубы, язык. То есть нечто среднее. Ну и также я вот так прямо при выходе из рта, мы сейчас во рту сидим. Вот так мы сидим во рту. Я рекомендую вот сюда перед губой прям еще добавить один разрезик. Вот так отрезать сбоку вид. И вот эту вот линию немножечко вот так вот назад. То есть у нас получается две такие капли, если мы смотрим в сечении. Или яйца. Видите, я нашел яйца во рту даже. Вот так, пожалуйста. Две капли, две яйца. Две светлых повести. И вот эту вот линию мы прям вот так вот уплощаем еще дополнительно. Потому что не забываем, что у нас, знаете ли, значительная часть губы, она также находится и внутри рта. То есть у нас здесь они резко не заканчиваются на таком резком углу. Нет, они еще заходят вовнутрь. И они там тоже достаточно мясистые. Можете вот так вот взять, отклячить нижнюю губу и убедиться в этом. И убедиться в этом. Что там мясо еще, знаете ли, очень даже прилично навалено. Теперь далее. Я отключаю вот этой полости рта. Галочку In Front. Она была включена, потому что у Мэша ретопологического была включена эта галочка. И поскольку я теперь эту галочку отключил, то зубы, они располагаются теперь на своем месте. И нам нужно выделить зубы. Нужно выделить полость рта. Нажать Alt-B. И вот так изолироваться с ними. В данной ситуации рекомендую отключить Backface Culling. Чтобы понимать, что поверх чего у нас находится здесь. И теперь. Вот так, опять же. Бережем линию, которая у нас соприкасается с внешним краем губ. Ну, с внешними губами. О, это из другой части анатомии. Короче, не важно. Хе-хе, скрываем. Берем и скрываем эти вершинки. Нам их нельзя попортить. И здесь у нас такая история, что нам нужно вот эту полость рта выпучить вперед. Таким образом, чтобы зубы вот так на середине своего пути этой полостью рта не пересекались. Можно это делать с пропорциональным выделением. Вот так брать и прямо немножечко подтягивать это все вперед. Что снизу, что сверху, что со всех сторон. Она, по сути, прям ложится на эти зубы. Если не хватает вам здесь полигонажа, то добавить, конечно же, можно. Вот так берем прям вперед и все вытаскиваем. Снизу тоже. Хотя бы вот до вот этой вот области нам зубы нужно обнажить. Если мы смотрим изнутри, да, вот там вот мы видим вот этот край десны. Вот примерно такая штука должна получиться. То есть у нас все зубы полостью рта закрыты. Вот такой у нас получается странный рот. Депрессивный, достаточно, знаете ли, не улыбчивый. Какой-то подозрительный. Но это все потому, что это внутренняя часть рта. Внешняя часть рта у нас будет ликовать. Выходим из изоляции. Ну и от полости рта нам еще нужна увула. Увула. Это, в общем-то, вот эта вот штучка. Вот она, увула. Торчащая такая фигнюшка. Когда рот слишком широко открывается, эта торчащая штуковина видна. Вот здесь на виде сбоку она находится. Вот так, если покрутимся, вот половинка ее тут у нас торчит. Ну и по расположению мы можем взять вот так, просто отложить три зуба вот так в сторону. И вот, пожалуйста, примерно здесь у нас эта увула будет находиться. Смотрим, у нас три зуба. Вот три зуба. Вот расстояние. Откладываем его сюда. Вот в этой области у нас тут будет торчать увула. Ну, мы можем вырастить ее из вот этого вот эджа, да. Выделим вот так себе вершинку. Можно даже эджик, можно несколько. Чтобы не потерять, изолируемся. Альтбэя отожму. Ну и здесь, пожалуй, мы просто нажмем Ctrl-B. Вот так у нас получится два эджа. Затем выделю вот этот вот эдж, да, который поближе к глубинам горла. Уменьшу его. Здесь достаточно такая, знаете ли, резкая граница происходит. Вот так прямо. У нас тут горло на сужение пошло. Здесь можно еще подсузить маленечко, да. Вот так сужу. И увулу я сделаю, пожалуй, из вот этих вот двух полигонов. Я их просто беру, делаю им инсет. Нажимаю B, чтобы у меня в центре этого не происходило. И вот так вот Ctrl-ом маленечко вот так выдавливаю. Ну и, собственно, нужно ее потянуть вниз. Вот так сюда. Отрежем себе вид. Смотрим здесь. Здесь надо все немножечко подровнять. Она у нас, опять же, такой, некоторой каплей свисает вниз. Как знаете ли, застывший воск капает со свечи. Вот такое у нас с вами сравнение на сей раз. Романтичная, красивая, нечего себе прикол. Хе-хе-хе. Вот так немножко все выравниваю. Ну и посерединке можно добавить вот так еще один разрез. Для того, чтобы ее слегонца вот так сузить. Серединку тянем вниз. Вот эти Эджи пусть будут так. Вот эти пусть будут так. Ну и получается такая вот у нас штуковина. Супер детализация ей не нужна. Она в глубине рта. В темноте сидит. Болтается там одна. Не пойми, что делает. Но, тем не менее, знаете, если вдруг кому-то нравится в играх смотреть во рты персонажем, то я не осуждаю. Хе-хе-хе. Но не понимаю. Ну и, в общем-то, вот такой ямкой она у нас выглядит с внешней стороны. И вот такой капелькой она у нас выглядит. Ну, если вот так немножко изнутри смотреть, да? Здесь внизу, кстати, округлять не стоит. Могу сразу предупредить. Можно даже вот так упластить. Сделать поплоще. Здесь такой, знаете ли, домик у Джерри, как будто бы, да? Вот у мышонка Джерри. Но только если этот мышонок Джерри, он очень сильно потолстел. То есть, да, он такой же вот эта арка сверху, внизу плоско. Но это прям под очень толстого Джерри. Почему мы так делаем? Почему мы снизу не округляем? Потому что у нас тут язык еще положится. В завершение мы можем, опять же, слегонца все это добро оптимизнуть. То есть, на Увуле у нас нормальное количество полигонов. Она как бы кругленькая, плюс-минус должна быть. А вот то, что у нас заходит сюда вот прям в глотку, ну, как бы кому-то полигоны нужны. Более-менее кругло и ладно. Соответственно, здесь можно немножечко поэкономить. Можно слегонца все подсократить. Треугольники будут. Ну и пускай. Ничего страшного. Это внутренняя часть рта. Поверьте, там, ну, при всем желании. Не получится понять, есть у вас там треугольники или нет. Мы данное оптимизационное мероприятие можем вот так даже продлить немножечко на полость рта. Как минимум, вот так до середины мы можем с вами все оптимизнуть. Ну и теперь, конечно же, мы можем с вами соединить полость рта непосредственно с самим персонажем. Мы выделяем полость рта, выделяем персонажа, изолируемся. Отсекаем себе половину вида. Полость рта нужно применить модификатор Миррор, потому что у персонажа этого модификатора уже нет. Применяем модификатор Миррор полость рта. Ну и теперь все, что нам нужно сделать. Это прям максимально аккуратненько. Ничего лишнего не задевши. Соедини вот эти вот вершинки. Вершинки, которые у нас, знаете ли, вот эти внешние на персонажа. С теми, которые у нас внутренние в полости рта. Мы берем полость рта, берем персонажа, Ctrl-J. В принципе, если вы их не шибко двигали, то можно теперь вот так вот отрезаться с ртом. Вот так вот чисто отрезать рот. Теперь мы можем вот так выделить вот это вот все, смотря как бы изнутри рта. И нажать M by Distance. Здесь очень-очень важно. Безумно крайне важно здесь. Это не допустить того, чтобы верхняя и нижняя губа слиплись во время данного процесса. Чтобы это по-быстрому проверить, можно вот так в объектном режиме взять, добавить модификатор Smooth. И итерации тут прям, знаете, побольше навалить. У вас таким образом рот разойдется в разные стороны. И если он у вас при каких-то обстоятельствах, ну, например, вот я сейчас умышленно это сделаю, замерджился, то вы на Smooth это увидите. Такие, ага, мне тут не круглая дырка, а не пойми чего. О, я тут что-то лишнее намерджил. У нас в итоге должна получиться просто аккуратная круглая дырка ротовая. Модификатор Smooth, конечно, применять не надо. Он нам чисто помогает найти дырки. Ну и, кстати, если... Другая ситуация, да? Если у вас здесь где-то не склеилось, я вот так сделаю разрыв, то с помощью модификатора Smooth вы тоже увидите, что ага, здесь дырка, надо сварить ее. Берете такие и вот так свариваете. Дырок нет, все хорошо, все монолитно, внешняя часть персонажа и внутренняя часть его едины. Ну и модификатор Smooth после этого можно убрать. Он нам чисто помогал найти дырки, там где их быть не должно. И опять же, пока у вас все лоупольно, пока мы не применяли сабдивов, можно посмотреть, что вот здесь между полостью рта и внешней частью кожи есть достаточное расстояние, чтобы ничего друг в друга не проникало. Вот здесь у нас везде есть расстояние, во всех ракурсах, в каких бы мы с вами не смотрели. Везде есть дистанции. Теперь, если хотите, можете временно улыбнуть своего персонажа. Только чтобы это сделать, мы не будем с вами портить основной мэш. Мы либо можем его сдублировать, либо, что еще прикольнее, добавить вот так. Здесь Shape K, раз, два, и вот на втором мы можем как раз таки делать. Выкручиваем его в единицу, включаем ему возможность работать в режиме редактирования, вот сюда, и вот так берем, нажимаем Tab, включаем здесь пропорциональное выделение Connected Only, и вот так берем немножечко вот это вот, губы-то раздвигаем, да? Вот так маленечко, вот это нижние зубы, можно вот так симметрию включить по иксу. Вот так немножко внизу оттопырили, вот так немножко сверху сделали. Что-то он не улыбается, да? А так немножко уголочки рта растянуть, такой, типа, он такой довольный, зубы мы ему добавили, ничего себе. Но вот это, конечно, верхнее десно особо показывать не надо на люди, потому что это как-то, ну, такое себе. Ну, посмотрите, насколько он счастлив. Он просто очень сильно радуется. Ну, потому что я согласен. Ну, и поскольку мы это с вами делали в ShapeKey, мы вот это вот можем вот так туда-сюда анимировать. Когда вы вдоволь этим назанимаетесь, вот это вот, пожалуйста, из режима редактирования выйдите и удалите эти ShapeKey, как бы вот это вот, ну, не надо, это лишнее. Пока что Потом мы их добавим уже нормальные Ну и у нас с вами осталась еще одна такая важная деталь Как язык Смотрим на персонажа сбоку Ставим 3D курсор куда-нибудь сюда Добавляем мы с вами кубик Уменьшаем Делим его пополам Вторую половину удаляем Потому что сейчас мы накинем модификатор Mirror Ну и теперь его нужно по оси Y увеличить Давайте удалим заднюю грань X-Faces И накинем сразу модификатор Subdivision Surface Можно сделать парочку подразделений Немного увеличим ширь Немножко еще удлиним Ну и теперь как вы видите нам нужно повторить вот эту форму Чтобы это сделать мы добавляем подразделений Там где необходимо Одно вот например я пододвину вот сюда Второе я пододвину вот сюда И вот эти верхние вершины я немножечко приопускаю Для того чтобы язык заострился То есть у нас язык уходя вглубь рта он расширяется Мы имеем теперь подобную форму сбоку Также изменим форму в виде сверху Чтобы референс был лучше виден Я вот так здесь уберу кости Они нам здесь не нужны На данном этапе нам нужно лишь понимать Где он в принципе находится у нас В пространстве организма Могу подсказать он находится во рту Вот так смотрим на него в виде сверху И видим мы Эх что мы видим то Яйцо Ну хорошо яйцо Такое мы прежде не встречали Это значит ли новиночка для нас Формируем в форме яйца Ничего себе Открываем для себя доселе невиданные Знаете ли формы Ну и после того как у нас в виде сверху тоже получилось яичко Я рекомендую вот так поделить его пополам Продольно Оставить эту линию на середине И затем вот эти вот последние вершинки две например Можно слегонца приопустить А следующие за ними вершинки Немножечко приподнять Ну и так же все слегонца вот так округлить Что интересно вот это вот ребро Можно даже убрать Таким образом у нас получится треугольник сверху и снизу Но и так же за счет этого у нас топология станет более правильной По краям можно вот так его немножечко еще прищипнуть Тем самым он у нас заострится Ну и немаловажным шагом на данном этапе будет сделать снизу Ему вот такие вот ножки Вот они пожалуйста Если язык приподнять вверх И посмотреть на самого себя в зеркало То можно их увидеть Там еще будет такая тоненькая перепоночка Для того чтобы ее сделать мы выделяем вот так вот Вот эти два полигона допустим Я включу им отображение в режиме Subdivision Surface Так чтобы у нас ничего не перекрывалось Нажму им Inset Выключу Boundary Кнопка B Вот так сделаю Inset внутрь Ну и затем просто экструдирую Затем уже без Subdivision Surface Это все нужно причесать Опять же если хотите здесь сделать треугольник То в данной ситуации не стоит себе отказывать У нас при Subdiv'е здесь будет все очень даже прилично Заднюю грань здесь тоже можно убрать Здесь мы вершины просто вот так можем пододвинуть на середину Ну а нижние вершины вот так тоже слегонца прислонить Ну и в данной ситуации не лишним так же будет Экструднуть вот здесь вершины вот так вперед И немножечко позаполнять полигонов Дело в том что когда язык у нас поднимается Он за собой тянет часть нижнего мягкого неба К которому он в общем то и крепится Поэтому мы вот здесь немножечко вот так заполним полигонами Ну и теперь пока что временно включаем Subdivision Surface Смотрим как это все выглядит В принципе неплохо Нужно это будет сейчас поместить в рот И там уже окончательно определиться с формой Язык как у коровы сейчас конечно Крупноват мягко говоря И сбрасываем ему локацию по иксу Вот так в виде сбоку Кладем его в рот Ну и теперь нам нужно вот так отрезать половину вида Для того чтобы уже отпозиционировать язык непосредственно внутри рта Так смотрим Здесь у нас тут знаете ли такая комнатка В которой язык обитает И я на анатомии сейчас верну обратно все кости Вот так чтобы можно было ориентироваться и сопоставлять Ну и теперь мы видим что нам язык нужно немножечко видоизменить Сделать его слегонца потоньше чтобы он не касался У нас увулы Вот так прямо с пропорциональным выделением можно его немножечко сделать потоньше слегонца В то время как вот эту нижнюю часть я прям так беру и тащу вперед Опять же немножечко пытаюсь соответствовать референсу Ну и пока мы с вами тут находимся в проекции сбоку Также подредактируем полость рта Она тут у нас слишком большая получается Можно ее немножечко уменьшить Не забудьте включить симметрию по иксу Я на данном этапе приведу немножечко увулу в чувство Она у нас у слишком большая Можно ее слегонца уменьшить Ну и как в целом вообще всю глотку у него конечно Она слишком большая Она ему такая не нужна Делаем тоньше уменьшаем Не лишним также будет отрезать себе уже вот так вот вид Посмотреть на все это добро в виде спереди И в виде спереди либо убедиться что как бы все хорошо и правильно сделал Либо в общем-то немножечко подкорректировать Ну я такой смотрю в целом все адекватно Потом когда откроем рот персонажу Может быть потребуются какие-то дополнительные корректировки Но пока что все выглядит более-менее чем Ну что ж окей Сортом закончили Теперь мы с вами перейдем к этапу заполнения полостей Которые у нас сейчас присутствуют в топологии На вас не просто так смотрят сейчас Пять глаз Смотрят они на нас потому что Это референсы И они помогут нам заполнить полость глаза Выделяем мы наш ретопологический меш Входим в его режим редактирования Как вы помните мы старались Чтобы количество вершин сверху и снизу совпадало Потому как сейчас мы возьмем вот так И заполним эту область Не до конца Оставляем по пустому месту справа И слева От слезной железы мы вот так заполняем полигончик У нас тут слезной железы пока что нету Но мы ее сейчас как раз таки сделаем Но пока мест Мы вот так делим здесь пополам Вот здесь уже можно заполнить Ну и вот здесь тоже можно заполнить Получается пятиугольник Мы его пока не трогаем Исправим чуть попозже Затем мы выделяем всю вот эту область И экструдируем ее вглубь Не сильно глубоко Прямо так совсем чуть-чуть Убираем из выделения вот эти три полигона Они у нас пойдут на слезную железу И на мигательную складку Это рудимент ложного века У животных ложное веко оно есть У людей это уже как бы рудимент Но тем не менее Он преобразовался в такую мигательную складку На некоторых глазах это видно хорошо Вот например вот здесь ее заметно На некоторых глазах ее не видно вообще никак Но тем не менее она присутствует у всех У кого-то больше, у кого-то меньше Оставшуюся часть полигонов мы экструдируем еще раз вглубь Можно вот так ее приопустить Сделать параллельно линии пола И теперь нам вот этот изгиб нужно вывернуть в обратную сторону Проще всего это сделать, если нажать S, Y И вот так потянуть в эту сторону Таким образом он у нас как бы вывернется Ну и можно повернуть немножко, да Потому что здесь у нас внутри должна быть достаточно круглая полость Можно его слегонца увеличить по оси Z Ну и затем вот так выделить ребра И нажать им Loop Tools Relax Сделать так нужно со всеми ребрами Чтобы у нас в итоге получилась такая сфера внутри Вот здесь можно смело делать треугольник Выделяем вершины и просто нажимаем J Чтобы между ними у нас прорезались ребра Нажимаем именно J Потому что если мы нажмем F У нас ребро просто заполнится И оно будет левитировать над поверхностью Нам же нужно именно прорезать Face С помощью нового ребра Поэтому мы нажимаем J Затем вот здесь посередине Можно дополнительно себе поделить пополам топологию Выделить все полигоны кроме слезной железы И кроме вот этого переднего крайнего лупа Он нам здесь не нужен Смотрим что у нас вот этот вот луп не задевается Потому что это как будто бы у нас край кожи И вот этому всему остальному выделенному Мы можем нажать Alt Shift S Таким образом мы его сферифицируем Затем можно немножечко подровнять Это у нас такой домик для глазного яблока Слишком детализированный этот домик для глазного яблока Быть не должен Потому что в этом особо смысла нет И на самом деле даже то что сделал я Это слишком детализировано В некоторых случаях можно просто это все Объединять вот так в одну вершину И уводить просто туда подальше Но я делаю более-менее универсальную топологию И я задумываю эту топологию даже для тех персонажей У которых например нет глазного яблока вообще В принципе у него там дырка такая И эта дырка тоже должна иметь некий объем Теперь далее мы смотрим на это все добро вместе с глазом При желании можно домик для глаза как бы натянуть на глаз Адаптировать его по размеру Я вот пожалуй это сделаю Пускай он будет примерно такого же объема Ну и теперь мы занимаемся мигательной складкой И слезной железой На википедии я нашел вот такую вот картиночку Здесь видно достаточно хорошо Собственно мигательная складка Вот она натянутая такая вот перепоночка В то время как слезная железа вот она здесь Ну и собственно руководствуясь этим референсом Ну и в общем-то всеми прочими Мы берем и вот эту вот мигательную складку Так вот прям пускаем по рельефу глаза Это немножечко вот так вот сюда отвести стоит Да то есть смотрим на ребра глаза На вот эти вот лупы И понимаем что ну желательно параллельно как-то ее сделать Эту мигательную складку Параллельно этим лупам Ну и поскольку здесь у нас с вершины съехали Мы просто возьмем им и нажмем два раза G Чтобы вот так вот пододвинуть Вот так пододвигаем Выравниваем чтобы у нас заломов между этжами не было резких Ну вот примерно так А вот эти вот расстояния можно через Loop Tools Через Space Да вот так взять и выровнять Имейте ввиду что здесь нам топология нужна довольно-таки Равно распределенная Поэтому добейтесь того чтобы у вас длины Эджи Вот эти вот поперечные были примерно одинаковые Потому как у нас будет вращаться глаз И мы сделаем морфы которые будут деформировать веки Которые в общем-то на глаз и приложены Приклеены на глаз эти самые веки И в общем-то они неплохо так деформируются при вращении глаз Итак здесь немного причесали Мигательную складку мы получили Теперь мы такие берем Выделяем эту самую мигательную складку Вот так через Ctrl Plus И нам из нее нужно получить еще и слезную железу Мы берем ее Inset Вот эти три полигона выделенных Inset Не забывайте вытирать симы Потому что они наследуются от вот этих вот симов И здесь они нам не нужны абсолютно Я его вот отсюда уберу тоже с внутреннего края глаза Он нам здесь тоже не нужен этот самый сим Ну так вот мы инцетнули вот такую штуку Мы ее можем прям вот так взять И пододвинуть немножечко к краю глаза Вот так сюда И теперь взять вот так среднюю вершину И вытащить ее вперед Можно вот так по оси Y это сделать Можно еще просто так на глаз Нам тут важно ее вытащить Если будет острый уголок ничего страшного Мы все равно применим один сабдив Но если вы планируете лопольного персонажа так и оставить То ну конечно не выпучивайте до острого угла Выпучите вот примерно вот столько Все немножко подрамливаем Обращаем внимание что здесь у нас расстояние побольше Чем расстояние вот здесь Потому что как раз таки вот это вот расстояние У нас имитирует мигательную складку Вот здесь она такая небольшая Там знаете ли в жиже плавает складка мигательная Чтобы понять молодцы мы с вами или не очень Накидываем вот так модификатор Subdivision Surface на модель У нас тут все сглаживается Но сглаживается как будто бы слишком Давайте вот так даже два сабдива сделаем Вот он слезная железа пожалуйста есть торчит А вот мигательная складка как-то слегонца потерялась Мы берем выделяем вот этот внутренний Эдж луп выделяем вот это место где у нас складка мигательная заканчивается И делаем ему как бы фаску Нажимаем Ctrl B Разносим прям совсем чуть-чуть Прям видите тоненький тоненький такой Потому как мы выделяем вот теперь вот этот вот Эдж луп и относим его назад Вот так сюда Хоть и в действительности он тонкий Мы сделаем его потолще Потому что он все равно у нас будет проходить Внутрь глаза И ничего страшного в этом не будет Но зато с более толстыми поверхностями Нам в данной ситуации попроще будет работать Если посмотреть на это добро Вместе с глазом То тут уже гораздо более радостная картина У нас тут с вами мигательная складка Никуда не затерялась Мы можем дополнительно с помощью новой топологии Ее вот так подвытащить со всех сторон Вот эти вот вершины мы можем прям взять И вот так вперед выпучить Как и рядом с ними лежащие То есть вот так прям выпучиваем Если здесь у нас будет такое небольшое ребрышко То это вполне неплохо Это вполне хорошо Вот пожалуйста мигательная складка вытащена Она тут прям явно видна Мы можем взяться за слезнячок За солезную железу И тоже ее немножечко вытащить при желании Тут у всех по-разному У кого-то они выражены хорошо Прям у кого-то едва видны Тут все по-разному Можно знаете ли в художественных целях Если у вас персонаж планируется Что будет много плакать Сделать ему эти железы развитые Ну как бы организм Он направляет ресурсы туда Чем чаще всего пользуется Например слезными железами Вот и любит человек Вот это вот знаете ли Немножечко орошать глаза свои Ну пожалуйста Можно их сделать прям такими Более надутыми У нас персонаж не то чтобы планируется таким Поэтому мы вот так посмотрим на него Издалека маленько Но можно поменьше сделать конечно Он не шибко у нас плаксив В случае с данным персонажем Я ему планирую Какие-то вот такие знаете ли Более наклоненные Более острые хищные глаза Потому как у нас на изначальном референсе Их как таковых не видно Но если судить по типу его лица Вообще в принципе по строению тела То скорее всего у него вот такие вот Глаза с острыми уголками Такие знаете ли глаза как у коршуна Посему я возьмусь вот так Чуть-чуть не доходя до вообще в принципе слезной железы С выделением пропорциональным Вот так возьму И вот эту вот часть я уменьшу Заострю таким образом И вот так маленько приопущу Понятное дело что мы все это дело Еще можем довести на скульпте Ну я просто так знаете ли Сразу немножечко заранее об этом беспокоюсь Ну и теперь пока что мы отключаем сабдивижн Можно убрать этот модификатор Берем мы все что у нас получилось Вот здесь внутри глаза То есть и внутреннюю вот эту вот структуру И внешнюю и слезные железы Это все выделять достаточно просто Потому что у нас вот здесь отделено UV-симом Ну и это по сути нужно взять И сдублировать на другую сторону И затем сшить Дублируем Shift-D Оставляем на месте 3D курсор ставим в центр Трансформации от него же Ctrl-M X применить Перед этим нужно отключить симметрию по X Иначе у вас сетка может в разные стороны распластаться Нам этого не нужно После этого включаем обратно симметрию Ну и теперь Чтобы у нас все более-менее было контролируемо Мы выделяем лупчик Вот этот вот Который у нас был изначально Выделяем лупчик новой части Вот так вот дергаем все У нас тут все вместе дергается Затем мы нажимаем M by Distance И у нас Вот эти вершины должны между собой склеиться Ну и теперь естественно Нужно нажать Shift-N Чтобы пересчитать нормали Ну и заодно было бы неплохо убедиться Что у нас в персонаже не возникло Каких-либо дырок Модификатор Smooth И Тараса ставим побольше Прям так чтобы его Расплющило неплохо так Ну и здесь очень хорошо Дырки будут видны Если вы их не закрыли Но здесь дырки у нас закрылись Все хорошо Но соответственно Остались дырки в носу Дырки в носу Мы сейчас с вами тоже Законопатим Если вы делали топологию лица Так же как я То тут все достаточно просто Мы берем Вот так Заполняем это к центру Можно использовать Grid Fill Если хотите То есть можно Вот так через F2 аддон Это сделать Да И у нас получится Вот такая вершина в центре Либо Можно вот так выделить Нажать Ctrl-F И здесь выбрать Grid Fill Ну и по сути будет Ровно такой же эффект Аналогичным образом Заполняем на другой стороне Ну и теперь вот эти две ноздри Мы тут уже не будем Как с глазом Да То есть сделать на одной стороне Потом копировать Инвертировать На другую сторону переносить Нет Здесь все проще Здесь просто нужно вот так Единообразно Самое главное Заполнить две дырки И нажимаем им Inset Inset Ну как-то знаете Немножко поуже нужно сделать И затем нажать Ctrl И просто вот туда вглубь увести Делать прям такие две скважины Тут не стоит Но некоторые такие углубления Сделать нужно Можно их продлить вот так До линии верхнего края Крыльев носа Ну до сюда примерно Тут нам еще нужно будет Посадить волосы в носу Поэтому как бы Пространство себе Немножечко делаем Ну и теперь вот так Делим пополам здесь Полученные Эджи Мы вот так через Individual Origins Либо через Alt-S Кому как удобнее Можно вот так взять И немножечко расширить Ну опять же смотрим Чтобы у нас они не вылезали наружу Потому что это будет уже Слишком странно Некоторая толщина Здесь у кожи имеется Ну и в таком виде Их оставляем При желании Можно еще раз накинуть смут Поставить побольше итераций И проверить Что дырок тут нету Есть дырка вот там В глубине горла Но Как бы кто ее там увидит Там же ж зубы Там же ж язык Там все это на свете Поэтому Ничего страшного Пусть она будет Вот А все остальное Знаете ли Мы проверяем Что дырок нет Смотрим вот так Со всех сторон Очень нам конечно Хочется накормить Его Но мы сдерживаемся Потому что Я что-то слишком много Поназаписывал Футажа Поэтому мы Эту серию На этом закончим Я уже запарился Монтировать Там еще На кучу часов В общем-то Материала Но это у нас будет В следующей серии А на вот этой вот ноте Нужно эту серию Закончить Мы с вами зубы сделали Мы с вами полости Законопатили Глаза Оформили А в следующей серии Мы уже там с вами Все детализировали Я там в телегу Скидывал В общем-то Скриншотики Так это в общем-то Распространилось Теперь и на всего персонажа Он у нас теперь Там хайпольный Он у нас теперь С детальками Ой красиво Но это вы увидите В следующей серии Я ее еще Не монтировал А за сим Спасибо большое Что смотрели На канал Подписывайтесь Лайкайте И так же спасибо Всем тем Кто поддерживает меня На бусте Вы молодцы Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо